Привет, мои хорошие, а точнее наши хорошие, с вами Селена Свэй и Дэнни! Дэнни! Ну что, наконец-таки последний день 2017 года, и он заканчивается, и мы переходим в Новый год. Что происходит со мной? Сегодня я бы хотела подвести итоги 2017 года и рассказать о своих планах на 2018 год. А в конце 2018 мы сравним и узнаем, как что. Я искала на самом деле видео, мне кажется, что я делала видео в конце 2016 года о планах своих, и хотела сравнить, но на самом деле я не нашла... Ай, тират, 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 но не нашла планов, поэтому мы с этого года сделаем такую традицию. А, Дэнни! А что волосы не распустила? Я заколола их, так и всё. А ну. Всё, не трогай ничего, садись. Что могу сказать про 2017 год? Как прошёл мой год 2017? На самом деле это самый активный год в моей жизни вообще, во всей, потому что в 2017 году моему малышу уже было совсем немного месяцев, и я снимала видео каждый день, и выкладывала их каждый день, монтировала, и уход за ребёнком и монтаж видео вы не представляете. Какая-то нагрузка для психики, для сна, для всего. Я на самом деле ничего не успевала, и как белка в колесе в прямом смысле этого слова по-другому не скажешь. Я добилась того, чего я хотела в 2017 году, и помнится мне, что если не сняла я видео, то мысленно я очень хотела дойти первой отметке 100 тысяч подписчиков на моём канале. И это случилось. Это невероятный и самый большой подарок на Новый год от вас. Я на самом деле ещё в начале декабря думала, что не успеется, может быть, в первых числах января только получится, но нет, всё получилось даже раньше, и у меня новогоднее настроение зашкаливает уже с тех пор, как 100 тысяч подписчиков появилось на моём канале. Теперь я жду серебряную кнопку. Для меня она реально знаковая, что я не зря старалась и не зря всё это делала. И, конечно, самая большая благодарность, это не то, что даже вас 100 тысяч подписчиков, самая большая ценность и вдохновение, это когда мои зрители пишут мне, вот я прям чувствую, когда от души пишут сообщения, что реально мои видео их вдохновляют. И я понимаю, что даже если есть один человек, которому мои видео помогли, где-то вдохновили, где-то стали в себе увереннее девочки, да, кто-то, может быть, принял какое-то решение в своей жизни, судьбоносное, благодаря моим каким-то советам, благодаря моему опыту, в первую очередь, я уже делаю это не зря, если есть такой один человек. И я на самом деле вас очень сильно люблю. Всё, что я делаю, делаю от большой души, от того, что я хочу, чтобы вы все были счастливы, чтобы у вас у всех было хорошо. Я рассказываю о своём опыте, который был на самом деле заработан многими шишками, болями, ранами в моей душе. И я делюсь с вами, чтобы вы как бы на мои ошибки, на мои грабли не наступали. Но, к сожалению, мир так устроен, что людям порой надо на свои грабли наступить. В общем, что касается Ютуба, да, вы понимаете, что вот о Ютубе первое, что я говорю, это вообще самое важное, самое вообще вот что, всё вокруг него крутится. И я на самом деле для вас готовлю песню, очень хотела её успеть в 2017 году сделать, но, к сожалению, мы простыли. Но мы уже себя чувствуем намного лучше с малышом, мы на пару с ним простыли, очень удобно, что я теперь могу его целовать. Что-то бывает, он простынет, а я... или наоборот, я простыну, он нет, и я его не могу целовать, и мне так тяжело, так очень тяжело его не целовать. А тут мы вдвоём простыли, и у нас прям одинаково кашля начинается, ещё что-то. Отмечать мы будем Новый год дома. Я сделаю оливье, если хватит сил. Кристиночка нам вчера приехала, привезла и лекарства, и продукты, и подарочки, которые я распакую завтра для вас. Посмотрим, что там, попробуем вкусняшки из Таиланда. Ну, конечно же, сынуля мой развивается в 2017 году, он вообще стал взросляк-взросляк, и мне кажется, что он всегда меня понимал с полуслова, с полумига, вот. Но сейчас он прям вообще конкретно понимает. Да, Дэнь? Да? Скажи «да». Да. Скажи «нет». Да. Скажи «нет». Скажи «нет». Эээ. Всё понимает. В общем, малыш очень классный. Нам год и три месяца сейчас. И такие вот мои большие классные пацаны. Вот. В 2017-м всё прекрасно, всё замечательно. Это на самом деле классный год. Я его провела замечательно. Я добилась определённых результатов, определённого успеха, который меня на самом деле удовлетворяет. И ещё в начале 2017-го года я думала, вот, хорошо, было бы, если бы так, я была довольна бы. Но получается всё намного больше, чем я ожидала, и намного быстрее. И поэтому вообще 2017-го меня порадовал отлично. Я надеюсь, что у вас у всех так. И я думаю, что нужно вообще брать от года всё самое хорошее. Вспоминать всё самое хорошее и нести вот это всё в 2018-й год. И понимать, что 2018-й будет ещё лучше. Какие планы у меня на 2018-й год? Я хочу в 2018-м году посетить новые города, хотя бы России, со встречей для моих зрителей. То есть я хочу обязательно в 2018-м посетить Санкт-Петербург со встречей. Я хочу посетить Волгоград, если у меня это получится. Так что вот, девочки, Калининград, кто живёт в этих городах? Кстати, я оставлю открытыми комментарии под этим видео. И, пожалуйста, давайте друг друга все поздравим. Я жду от вас всяких поздравлений, пожеланий, потому что на самом деле пожелания, они работают. Вы не представляете, какую силу они имеют, недооцениваете их. Поэтому, когда вы желаете что-либо, хорошо подумайте. Особенно, если это касается вас, хорошо подумайте и формулируйте свою мусью. Потому что пожелания, а не работают. На самом деле я нашла сейчас очень интересных людей, которые делают очень хорошие минусовочки. Теперь я их покупаю. У меня есть часть минусовочек, под которые я пишу свои песни. Они в свободном доступе, то есть на эти минусы могут писать ещё и другие люди. Также у меня есть покупные, кто делал. У меня, в общем, разные минусы. Но сейчас я нашла минуса, которые мне нравятся в моём таком формате. И уже у меня готовы три песни. То есть они записаны, текст минус есть. Осталось только идти и записывать на студию и вам презентовать. Конечно, хорошо было бы сделать в 2018 году хотя бы один клип такой вот, чтобы мне сделали это профессионалы. Я очень хочу. Единственное, клипы очень дорогие. И будет зависеть от того, как мы будем развиваться с вами дальше. И какое финансовое положение у нас будет на 2018 год. Потому что клипы, на самом деле, я считаю, это роскошь. То есть это, в общем, не дешёвое удовольствие. И реально, так как я делаю песни, а я готова для вас писать их каждую неделю. Каждую неделю делать клипы, это баснословные деньги будут тратиться. А бы что? Зачем отдавать деньги? Чтобы снять прям а бы что, да? Нужно отдавать деньги и снимать что-то хорошее. Поэтому я бы хотела в 2018 хотя бы один клип, чтобы у нас получился такой хороший. А пока, хотя мой последний клип, который был сделан для вас, ну не клип, а видеоподборочка, я сняла дома, когда мой малыш спал здесь. И я просто хотела в 2017 выставить свою последнюю песню «Мне тебя мало» вам в YouTube. Потому что она уже в Instagram была, в ВКонтакте есть. То есть её везде уже можно было скачать и послушать. Но мне хотелось именно для YouTube. И просто с картинкой неинтересно. И поэтому я села, такая что-то там напела, покрутилась на кресле. И я смотрю, что много людей было недовольных, что-то им там не понравилось. И я с вопросом в Instagram, кстати, вот мой Instagram, подписывайтесь. Будем в онлайне, может в эфир выйду. В Новый год, если получится, посмотрим, как будет с интернетом. Но вообще обязательно в январе мы там с вами свидимся. Я выставила пост с вопросом, что нравится ли вам мои видеоподборки, такие домашние под мои песни. Либо просто ставить картинку на YouTube и всё, и не заморачиваться. И я была очень удивлена, потому что все как один просто сказали, что неважно какая видеоподборка, главное песня, чтобы она зацепила там и так далее. И все сказали, продолжай в том же духе. Поэтому немножко я и не поняла. Лайки, дизлайки, что к чему. То есть я готова выставить картинку, но просто мне само кажется, что интереснее. Но я постараюсь, обязательно постараюсь что-то придумать для вас. Я понимаю, что клип качественный, конечно, будет намного лучше смотреться, это понятное дело. Но сами понимаете, это... Я представляю, звёзды у нас отдают вообще неимоверные деньги на эти клипы. Дайки, мой жанки. В 2018 году у меня расписан весь январь. Я надеюсь, я не хочу сейчас прям конкретно загадывать, но есть вещи, которые уже запланированы определенной датой. У меня уже куплен билет. Я буду в Москве 17-18, и 19-го я уже улетаю. То есть 17-го я днём прилетаю, 18-го я делаю дела, и 19-го я уже улетаю. 21-го числа должен состояться конкурс. Не буду сейчас говорить какой, потому что мало ли что, мало ли как. Но в Ростове должен состояться конкурс, и у меня в Инстаграме есть объявление. Так что девочки, которые живут в Ростове, могут тоже поучаствовать в этом конкурсе красоты. В общем, в Инстаграме есть информация. И потом, в конце января, возможно, ещё некоторые события, и также я отправляюсь снова в Москву. И посмотрим, может быть, вот в феврале получится в Питер первое, что отправится. Да и все-таки мои серёжки тебе так нравятся, да? Мне нравятся мои серёжки. Настроение у меня хорошее. От 2018-го года я ожидаю много всего. Ну, вот уже, что я сказала, да? Много песен, много песен будет, я уверена. Потому что я прям, просто я очень люблю. У меня душа прям поёт. Я могу лечь спать. И просто у меня крутится, и думаю, вот сыну надо написать. И как оно будет звучать? У меня уже два припева там. У меня песня для вас, песня для сына готовится. Две песни для девушек, у которых какая-то нелюбовь. И, в общем, помощь. И помощь, как они должны себя вести и чувствовать. В общем, настрой такой боевой. Если вдруг нелюбовь какая-то, да, случилась. У нас таких много, к сожалению. 90% у нас нелюбовь, потому что 90-80% вообще разводов и так далее. А расставаний просто без разводов ещё больше, понимаете, да? Такие песни более актуальны, чем про любовь. Но главное, чтобы они давали хорошее направление в жизни. Ещё в 2018-м году я хочу дописать несколько песен. Создать, как говорится, такой альбом. Всё мне говорят, что надо, надо сделать. Кстати, как раз-таки у меня последние песни. Они в одном стиле и очень мне нравятся, которые я буду прям очень-очень с удовольствием исполнять. Потому что они мне по душе. Я их напеваю, сама хожу. И надеюсь, что вам также понравится. Я бы хотела создать такой альбом. И с этим альбомом уже устроить одну такую встречу, где я буду конкретно для вас петь. И если девочки меня поддержат, то я могла бы уже планировать какие-то встречи в других городах. Будет такая встреча, мини-концерт. Я думаю, что это будет веселей и интересней. И для меня хороший опыт, потому что я на сцене до сих пор ещё волнуюсь очень сильно. В принципе, сколько я слышала, что все, кто профессионалы и очень выступают, все волнуются. Всегда. Поэтому это, наверное, нормально. Но я бы хотела быть более уверенной во всём этом. Деня. Я начинаю снимать, Деня начинает ходить по погремушкам. Это вообще. Вот, один из таких планов. И ещё план у меня, конечно же, уже давно я мечтаю о своей новой квартире. Но всё не так просто. Не просто не в финансовом плане. Не просто это в каком-то другом плане. Но если бы было всё так просто финансово, то мы бы уже в 2017 году, даже в 2016 мы бы вообще жили бы уже, конечно, в другой квартире и так далее. Но так как в жизни нашей всё непросто. Нужно работать, трудиться. Ещё нужно, чтобы совпали некоторые условия для того, чтобы была новая квартира. Но я хотела бы в 2018 оказаться в новой квартире. Да. И я буду стараться и стремиться к этим планам. Что касается количества подписчиков, я в 2017 году дошла наконец-таки до этой отне ответки. 100 тысяч – это такая первая для меня победа, моя личная, благодаря вам. Спасибо вам большое. Я думаю, что, конечно, за 2018 год мы не наберём миллион. Но да, мне хочется расти, и хотелось бы, чтобы было их в 2 или в 3 даже раза больше, чем сейчас, чтобы мы выросли в 2 или в 3 раза больше. Это будет, на самом деле, замечательно и классно. Также у меня растёт и развивается Инстаграм. Это вообще отдельная такая какая-то стихия. Инстаграм. Мне он очень нравится. Там всё намного оперативнее. Ну, на самом деле, очень интересно. Я в Инстаграме провожу очень много времени. И больше всего мне нравится, что там есть прямые эфиры. Что мы можем с вами так душевно вообще провести время. И очень много прямых эфиров, которые прям вообще душой легли. Мне когда так, знаете, прям я устала-устала. И в первую очередь, я не просто даже думаю лечь на диван там и всё. Я думаю о том, чтобы лечь на диван и вот с вами провести эфир. Да, я отдыхаю. Хоть я целый час и трындю-трындю-трындю. Говорю-говорю-говорю. Голос устаёт, конечно же, но всё равно. Я вот так вот сделала, вы не видели мои маникюры. У меня, к сожалению, два сломалось пальца. Так что я жду скорее января свои числа, когда приедет мой мастер и сделает мне мои ноготочки. Да, я желаю. В 2018-м ноготочки. Я хочу вообще вот такое видео, предновогодние итоги и планы, сделать его какой-то такой традицией нашей. И мне хочется сравнивать. Мне хочется возвращаться. Я начала искать видео, но почему-то я его не нашла, такое видео. Ну, что-то я помню, что я говорила. Может быть, вопрос-ответ, но я не стала прям сильно шерстить всё это дело. Прям вот в декабре, ноябре я что-то не увидела такого видео. Вот. Но мне будет классно вернуться в конце 2018-го года к этому видео, посмотреть, что я желала. Всё ли сбылось. Вот. И новые планы. Да. Ну, походу, у меня появится ещё куча желаний. Конечно же, за границей мы не отменяем. Обязательно я пойду за границей. У нас теперь есть... Моя мама теперь будет с нами проводить больше времени. Мне в помощь. Я, конечно же, хочу пойти в спортзал. Я хочу заняться вокалом плотненько. Я надеюсь, что мама меня в этом во всём поддержит. И в новой квартире вообще это будет супер-бупер. В общем, планы грандиозные. Наполеоновские 2018-й. Вообще должен быть перевернуть всё вокруг. И я буду над этим прям работать, идти к этой цели. И в помощь мне всё вокруг. Обязательно поехать за границу. Италия или Барселона. Ну, вот в Испании я была. У меня же теперь суперкарта появилась сзади, как вы видите. И я теперь там стираю страны, где я ещё... То есть, где я уже побывала. И в Испании я уже была два раза, хоть и не была в Барселоне. А вот в Италии ещё не была. И я думаю, может быть, в Италию сгонять. Или ещё куда-нибудь. Но, в общем, обязательно куда-нибудь сгоняем. Ну и, наконец, пожелания. Чего я хочу вам пожелать в 2018 году? Да и, в принципе, всей жизни. Я не хочу даже разграничивать, знаете, там, этот год, прошлый год. Мне вообще хочется, честно говоря. У меня хоть и есть новогоднее настроение. Вся эта атрибутика, вся красота. Но при этом, при всём, почему-то в этом году мне захотелось сделать все-все-все планы, все оплаты, чтобы ничего в 2018 не оставлять. Сама себе придумала заморочку, хотя на самом деле я отношусь к этому довольно просто. Мне бы, знаете, лечь уснуть и проснуться, и всё, и год пошёл уже. Потому что слишком много суеты и подготовки к 2018 году. Очень много нервов люди из-за этого тратят. И вот мне кажется, это не очень хороший такой вот вариант. Именно с нервами и всякими какими-то, может быть, ссорами связанными с этим. Много суеты какой-то и проблем с этим появляется. Поэтому мне всё время хочется как можно проще всё. И я понимаю, что в Новый год можно было бы поехать к кому-то в гости, и много где нас ждут и приглашают. Но я понимаю, что для меня проще всего, тем более мы немножечко болеем, всё-таки провести дома в уюте и просто проснуться уже и наблюдать, на самом деле наблюдать. Я сейчас смотрю Инстаграм, там ещё что-то, и люди все суетятся, все покупают подарки. Я же давно всё купила, всё сделала, всё всем подарила. А люди суетятся, и так сидишь дома и думаешь, блин, как классненько, что ты вот-вот спрятался вот здесь, а там все, а-а-а, суетятся. Я, честно говоря, как-то вот в этом году не настроена на это всё дело. В общем, сами себя создаём суету какую-то, да, а я себе спокойствие решила создать в этом году. И вот я дома, написала вам песни на 2018-й, и чем очень безумно довольна. Итак, что я хочу вам пожелать в 2018-й и вообще на будущее, я хочу вам пожелать в первую очередь здоровья. Потому что если вы себя плохо чувствуете, если вы болеете как-то, то я понимаю, что всё, это работа встала, настроение встало, любовь-нелюбовь, в общем, сами мы понимаем, да, что здоровье очень важно. В первую очередь мы должны быть здоровы. Во вторую очередь я желаю вам, чтобы у тех, у кого нет своей цели и мечты в жизни какой-то, чтобы она обязательно появилась. У каждого человека должны быть свои желания, которые мы должны символично загадывать на дни рождения, на Новый год, на любые праздники, которые только возможны. Да и вообще каждый день нужно не забывать о своих желаниях и мечтать. И мыслить. Это на самом деле, как я уже говорила, пожелания, они очень сильно работают, особенно зависит от того, кто эти пожелания желает. Но в целом всё это работает и имеет огромную силу, поэтому желайте, мечтайте. И я желаю, чтобы все ваши желания и мечты, если они хорошие, конечно, не приносят никому беда, и не принесут никому беда, чтобы они исполнялись. Я знаю, что очень много девушек, у которых, может быть, не получается забеременеть, которые очень хотят стать мамами. Я желаю, чтобы это случилось, потому что как раз-таки моё чудо чудное, о котором я мечтала целый год, и которого мы тоже желали, и тоже не получалось. Именно на 31-е, вот я с мужем отмечала, 28-е, 29-е, 30-е, 31-е, 28-е, 29-е, короче, мы были вместе этот период как раз-таки. И я считаю, что у нас вообще 31-е, это наш день рождения, день зачатия, как говорится. Именно под Новый год всё это сложилось, потому что очень сильно желали, но в то же самое время расслабились. То есть не ожидали сильно, но желали. Это такой баланс, я желаю вам его поймать. И всё будет, всё будет хорошо. В общем, те девушкам, которые мечтают стать мамами, ощутите это всё. Я желаю вам, я желаю вам деток, я желаю вам полной семьи, чтобы мужья были с вами рядом, поддерживали вас, не отворачивались, понимали, как тяжело всё-таки быть мамой. Те, кто же стали мамочками, чтобы ваши мужья понимали, что это на самом деле огромный-огромный труд. Оставьте вашего мужчину на один день с ребёнком, да, и он скажет, ой, я тебя понимаю. Конечно, всё быстро забывается, поэтому надо своих детей почаще оставлять на пап. Пусть они понимают, что это непросто. Мы, женщины, вообще великие существа, нам не нужно даже работать, потому что одна только готовка, уборка и уход за ребёнком, смотр, вообще просто выматывает. И почему многие мамы не успевают даже за собой ухаживать, я прекрасно понимаю, прекрасно это понимаю. Почему мы заблели хвостик, гульку, дульку там, да, и просто некогда головы поднять. Вот, поэтому всё это должно понимать и великие, и супер-мега женщины, те, которые ещё, ещё уделяют время себе и своему мужчине, и все вот так вот, вот, все вот так вот под контролем. Это на самом деле огромный-огромный труд. Да, серьёзно. И я вам желаю, чтобы всё это проходило очень легко, чтобы было в вашей семье понимание, чтобы всё было хорошо, и детки ваши росли здоровыми, счастливыми. В общем, чтобы все ваши желания исполнялись. Ну и всё, 31 число, последний день 2017-го, и мы уже увидимся с... О, это последнее видео в 2017-м году, и мы увидимся с вами уже в 2018-м. Что вам подготовить на 1 число? Я не знаю, влог я буду снимать или нет. Что там снимать? Как я оливье лопаю? Не знаю. Но точно вам на 1 число подготовлю распаковку подарков. С Новым Годом, с новым счастьем, поздравляем вас, друзья. Всё, мы пошли дальше лечиться, отдыхать, спать, да, Синя, с бантиком, такой красивый мальчик у меня. Всё, увидимся в следующем году, я вас очень люблю, я счастлива, что вы у меня есть. Пока-пока. Пока-пока, пока-пока, пока-пока. Поли, 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 на голову, кучелью. Фонарики, фонарики, фонарики. Дэнс, скажу, да. Ай, волны. Всё, беги. Фонарики, 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 фонарики.